Школа совсем не за горами, а это значит, что ЕГЭ близко. И хотя белые ходоки нам с вами не грозят, как в знаменитом цикле романов, не лишним будет вспомнить 10 культовых образов из литературы вне времени и культуры. Эти образы могут оказаться вам верными помощниками в подготовке к ЕГЭ. Ну и, конечно, в жизни тоже не будут лишними, ведь не зря даже их именами названы некоторые психотипы. Первый персонаж с устрашающим именем – Большой Брат из знаменитой антиутопии Джорджа Оррелла 1984. И хотя сам Джордж Орелл задумывал этого персонажа как прообраз Сталина, сейчас это имя стало именем нарицательным и фактически обозначает Всевидящее Око. Второй персонаж – это доктор Франкенштейн Мэри Шелли из ее знаменитого романа. И сейчас эта тема актуальна как никогда – тема соперничества человека и природы. Что хотела своим романом сказать сама писательница, предлагаем вам узнать самостоятельно. Третий персонаж – это Эбенезер Скрудж из рождественской песни Чарльза Диккенса. И хотя до Рождества у нас еще явно не рукой подать, никогда не будет рано обратиться к этому произведению и попытаться понять, что же хотел сказать Диккенс своим персонажам. На четвертом месте у нас идут сразу два образа, которые просто невозможно разделить. Это образы трагических возлюбленных, образы Ромео и Джульетты, конечно же. А на пятом месте у нас тоже трагические возлюбленные, только несколько скандальные. Как ни одна подборка не обходится без скандальной книжечки, так и наша подборка не обойдется без скандального романа. В частности, роман, из-за которого автора лишили Нобелевской премии. Это, конечно же, Лолита Набокова. Снова возвращаемся к Шекспиру. Самому плодотворному на вечные образы писателю. И на этот раз обратимся, конечно же, к Гамлету. Эта взрывная смесь нерешительности и душевных мук, знакомых каждому, в совокупности с захватывающим сюжетом, в очередной раз докажет каждому. Классика – это не скучно. А на седьмом месте у нас Алиса. Та самая, которая немножечко в «Стране чудес». Кстати сказать, та самая она неспроста. Алиса занимает первое место в топе самых узнаваемых персонажей. Даже для тех, кто не держал роман Кэрролла в руках. Кто же следующий? Элементарно Ватсон. Конечно же, всеми любимый Шерлок Холмс. В последнее время конкурс на звание лучшего детектива всех времен и народов суров, однако наш отшельник в шляпе охотника на олене и с потрясающим талантом терять практически всех близких друзей, продолжает уверенно держать первые строчки. А девятую строчку мы с вами отдадим экстраординарной, необычной и ни на кого не похожей девушке из Великобритании, скажем, конца 18-го, начала 19-го столетия. Учитывая тот факт, что она повлияла на судьбы множества женщин по всему миру, мы просто не можем не упомянуть Элизабет Беннетт из романа «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. Ну и последний наш литературный герой – это «Загадка на миллион». Это совершеннейший символ подросткового бунта. Я говорю, конечно же, о Холдене Коуфилде из романа Джерома Дэвида Селлинджера «Над пропастью в ржи». И хотя он вышел около 70 лет назад, Холден до сих пор продолжает уверенно нести знамя подростков и доказывать, что быть подростком – ой, как непросто. Данная подборка была собрана из лучших романов зарубежной литературы. Но об отечественном наследии мы, конечно же, не можем забыть. Поэтому в следующих выпусках «Книжного ревизора» мы с вами поговорим о 10 лучших литературных образах нашей классической литературы. Редактор субтитров А.Семкин